здравствуйте почему-то подписано женья боглая написано роксолана полтовец прикольно я тоже так вижу но это это обманно это все неправда я женя а мы сегодня с видео со звуком или нам поотключаться и послушать и у нас будет время подключиться всем остальным так далее фривазович мы начнем наши спикеры уже есть гости постепенно подключаются у нас на данный момент 43 человека подключено но при этом и уже 44 пока я говорю уже 44 и люди добавляются на самом деле у нас на это мероприятие зарегистрировалось 115 человек и я конечно буду рада если максимальное количество людей послушать наших уважаемых спикеров мы специально сегодня украинский клуб недвижимости совместно с конфедерацией строителей украины сделали такую небольшую подборку и микс спикеров у нас есть два представителя застройщиков это сергей пилипенко это промышленно-строительная группа ковальская которая помимо того что является девелопером еще и крупнейший производитель строительных материалов с нами анна лаевская компания интергал буд с нами с нами это со мной с львом ревазовичем с нами анна чуботина это сеть торговых центров компания арикана с нами ирина сидлецкая это vertex hotel group мы попросим и я все еще жду что к нам присоединится илья кинекштейн пока его не вижу списке участников это офисная недвижимость также с нами андрей мимо я специально попросила андрея на сегодня очень много спекуляции на тему того что же происходит на рынке жилой недвижимости и опять же возвращая к тому что нужно мыслить позитивно даже если сейчас есть какой-то спад да это это у нас будет отложенный спрос и про спрос на рынке жилой недвижимости вот андрей расскажет почему я позвала торговые центры офисные центры и гостиницы максимальное количество экспертов на рынке недвижимости говорят что больше всех пострадает отельная недвижимость и самый длительный такой будет процесс восстановления именно у отелей затем торговые центры которых которые сильно связаны с ритейлом а ритейл сегодня зависит от покупательской способности и от неопределенной ситуации и позвала вот как раз таки для позитива позвала жилую недвижимость потому что мне кажется люди которые работают жилой недвижимости они продолжают сегодня работать и очень интересно перестраивают свои бизнес-процессы так спикеров я наших представила и тогда мы наверное перейдем к тому чтобы спикеры немножечко рассказали вот сегодняшние ощущения что они делают в своих компаниях как наладили процесс работы затем мы перейдем конечно же к более конкретному обзору каждого сегмента что происходит в каждом сегменте затем мы переключимся на то что сегодня бизнес уже даже после месяца карантина мы уже понимаем что некоторые действия от власти какую-то поддержку государства на фоне всех новостей поддержек государств других украинцам естественно тоже хотелось бы какую-то поддержку для бизнеса ощутить помимо этих карантинных законов хотелось бы послушать мнение наших участников относительно того какая должна быть поддержка в чем она должна быть конкретизирована и каким образом поддержка государства могла бы помочь именно строительной отрасли которая касается нас непосредственно естественно у нас есть обсуждение того как сегодня отрасль планирует свою работу какой горизонт планирования какие какое видение как быстро закончится карантин у нас будет опрос для всех участников уже ближе к концу встречи и у нас естественно есть просьба ко всем нашим уважаемым спикерам поделиться антикризисными стратегиями работы уважаемая аудитория 61 человек это чудесно большая просьба ко всем отключить ваш звук на вашем экране вы видите есть возможность подключать микрофон и видео просьба видео и звук отключить для того чтобы максимально видеть только спикеров которые сегодня готовились у нас будет возможность задавать вопросы в чате у нас будет возможность задавать вопросы спикерам уже ближе ко второй части встречи поэтому всех остальных прошу отключить ваши микрофоны и видео спасибо большое лев ревазович вам слово добрый день дорогие друзья ольга большое спасибо во первых коллеги давайте поздравим ольгу ольги вчера был день рождения вот самое главное здоровье самое главное чтобы семья радовала чтобы детки радовали и все у нас тоже потихонечку у всех нас на работе получалось спасибо все на лучше коллеги я хотел бы вот свое выступление из двух частей ситуация сейчас из негативной части что негативно и второе что ну может быть позитивная быть вот но безусловно на сегодняшний день у многих людей такое есть ощущение неизвестность будущего и большой большой такой страх впереди потому что мы не понимаем что такое карантин что такого коронавирус и как это долго продлится какие последствия могут быть мы видим что правительство к сожалению не не совсем вовремя делает адекватное действие и мы обещание было 40 процентов ввп роста сейчас мы только видим ввп падает к сожалению прогноз дали уже министерство экономики что упадет до 9 процентов суммарно что то что предполагалось с ростом это негативный момент хочу отметить что временно восстановление каких-то определенных позиций займет минимум полгода а нет средств на содержание многих компаний особенно частных компаний мелких малых компаний и самое страшное неприятное что я буквально сегодня аналитику читал что 55 процентов людей имеет средства на выживание можно так сказать на месяц 17 процентов там на два месяца а дальше я уже не хочу комментировать ну то есть люди реально живут от зарплаты к зарплате а это наш основной клиент это наши инвесторы те которые в украине живут но ольга сказала какие там сферы больше пострадалась торговля гостиничной отрасли и я думаю что тут спикеры более профессионально все отметят и пока у нас нету стратегического плана государства как будет поддерживаться бизнес это вот такие большие негативы то что я вижу из из позитива что хотел бы отметить на это тоже надо новых есть негатив на это надо смотреть и с позитивом какой ну вот представьте вот италия летом на три месяца уходит на сиесту три месяца практически никто не работал тут представьте что это у нас наша сиеста мы отдыхаем больше проводим время с семьей правда разводы увеличатся и но с другой стороны из позитива у нас сегодня рождаемость смертность в украине 600 тысяч человек рождаемость там 350 так вот 2020 двадцать первом рождаемость я думаю что переплюнет и будет больше поэтому посетив в этом тоже он этого не хватает что вы хотите поучаствовать в этом рождаемости поэтому мы должны понимать что это не финансовый кризис это у нас совершенно другой то есть мы должны отрасли пострадают но это не тот кризис что был в 2008 году и это плюс хочу отметить что показ все строительство которое в украине идет особенно жилой недвижимости пока никто практически не останавливает и то что у нас то эпидемия коронавируса идет у нас пока еще достаточно оптимистичный сценарий и у нас смертность не превышает три процента если взять историю анализ всех других заболеваний то у нас смертность по отношению к невмонии не превышает я хочу отметить что когда я работал за министром по строительству мы разрабатывали сельскую медицину и строили амбулатории около более 500 штук построили планировалось построить около 2000 основная цель была того чтобы увеличить смертную увеличить среднюю продолжительность жизни в европе это 83 года у нас это 71 год то есть у нас люди умирали по четырем там основным признакам это сердечно-сосудистая система это кожное заболевание онкология и хочу отметить как раз те люди вот у нас смертность если посмотреть сегодняшнюю статистику страдают пожилые люди и пострадают по вот этим основным нозологиям то есть если человек заболевает имея какие-то вот такие симптомы болезни то вероятность смерти выше поэтому коллеги я надеюсь что у нас не так все мрачно будет я думаю что режим восстановления будет достаточно быстрый отложенный спрос по всем направлениям будет я думаю что нам надо просто морально перетерпеть я очень надеюсь что карантин закончится где-то немножко неправильно выразился я думаю что ослабление карантина начнутся где-то с 15 мая я на это очень надеюсь и я чуть позже скажу какие действия мы как конфедерация вместе с уроклабом и другими нашими профильными профессиональными ассоциациями готовим мероприятия и мы еще пообщаемся посоветуемся что как лучше и эффективно бороться с кризисом сергей и анна хотела бы задать вопрос относительно строительных площадок относительно процессов как сегодня работают ваши компании как вы наладили процесс продолжения строительства как вы доставляете рабочих сотрудников настройки потому что я регулярно вижу смотрю в подписано все ваши странички естественно вижу что все у вас все процессы налажены интересует вопрос как вы быстро это наладили как сегодня работают производства как сегодня работают стройки и ваше ощущение по поводу того как как обстоит ситуация именно на сегодня в целом понадобилось где-то 4-5 рабочих дней на то чтобы перестроиться и наладить и обеспечить нормальную работу как строек в условиях карантина так и отделов продаж инфраструктуры по продажам что касается самих объектов строительства компания обеспечила всеми средствами защиты полностью весь строительный персонал плюс была организована развозка для того чтобы люди физически могли попасть на свои объекты и выполнять необходимый объем работы что касается офисного персонала и персоналов отделов продаж офисный персонал те кто может работать удаленно работают удаленно подключаясь к порталам и базам данных компаний те кто нужен в офисе работают в офисе но опять же соблюдением мер предосторожности дезинфекция дистанция совещание в онлайн режиме нет не собираемся большими коллективами отделы продаж консультируют покупатели как через разнообразные мессенджеры любые онлайн инструменты так и физически вживую но это теперь происходит в режиме один менеджер один покупатель только по записи только на определенное время у покупателя есть возможность попасть в шоурум попасть на стройку но он там только один вместе с сотрудником отдела продаж для того чтобы также исключить возможные риски и скажем так обезопасить людей спасибо сергей добрый день коллеги что скажу изменения те которые мы сейчас видим они очень внезапно произошли буквально там в середине марта после того как 12 числа я помню дети пришли пришли со школы сказали все у нас карантин я понял что дальше будет развиваться события очень быстро поэтому компании мы создали оперативный штаб вот куда вошли ключевые люди по направлениям начиная от финансы и чар и заканчивая уже руководителями конкретных подразделений строек заводов и тогда которые на местах реагировали на изменяющиеся события могу сказать что нам нам быстро удалось отреагировать касательно тех ограничений по запрету транспортному запрету межгородскому сообщению и так далее то есть пригород и внутри и внутри киева мы организовали на всех предприятиях и на всех строительных площадках это доставку людей это прежде всего и это не заняло долго реально для этого там понадобилось буквально день потом второй момент был это организовать когда уже остановился общественный транспорт в городе киеве точно также в течение дня были организованы спецпропуска на все-таки те остатки общественного транспорта которые обеспечивают жизнедеятельность города это было сделано самым вообще первым шагом было сделано это обеспечение антисептиком и средствами индивидуальной защиты наших людей прежде всего это были самый первый момент это были те кто так или иначе работает с клиентами это отделы продаж отделы которые не только отделы продаж недвижимости но и отделы продаж на предприятиях также на строительных площадках на производственных площадках были организованы постоянные стационарные посты по замеру температуры вот вы были выданы распоряжение о том чтобы не допускать людей которые к работе в которых выявлены ознаки признаки заболеваемости достаточно волевое решение мы сделали что все кто на момент карантина возвращался или пребывал в командировках они должны были пройти самостоятельную изоляцию и работать удаленно в течение двух недель также весь офисный персонал буквально в понедельник это было 16 числа был максимально приведенную удаленную работу для этого мы предприняли быстрые меры закупили ноутбуки организовали организовали систему платформу по коммуникациям и уже дальше перевели этого онлайн касательно активности давайте там так скажу касательно активности никто не знал как будет развиваться и как сейчас будет продолжать развиваться ситуация то что мы видим папку и из всех объектов которые мы видим строительных площадок остановилось около 50 объектов вот полноценно остановились они буквально там с начала кризиса сначала вот этого введения карантинных ограничений порядка 40 и вот еще процессе добавилось через месяц еще 10 это по нашему по нашим замерам относительно объему объемов строительства на собственных строительных площадках мы не сокращаем объемы строительства потому что у нас есть достаточно ресурсов человеческого ресурса финансовые ресурсы в том числе мы как производитель материалов себя сами обеспечиваем и это есть поддержка для наших предприятий поэтому взятые на себя планы и графики для того чтобы не срывать за графики строительства мы идем полноценно и не сбавляем оборотов по предприятиям и по рынку в целом получается мы можем проследить по динамике потребления бетона и изделий которые мы поставляем на других застройщиков могу сказать так что сейчас март месяц закончился вообще по инерции абсолютно ровно ну то есть мы не ощутили существенных изменений и уменьшение потребления строительных материалов в марте я могу так свидетельствовать что застройщики инерционно очень двигались еще на протяжении марта начиная с апреля мы видим существенно снизившуюся динамику и она на данный момент средневзвешенная по рынку мы ее оцениваем как минус 35 процентов по основному виду материал это бетон железобетонные для себя мы разработали несколько сценариев это самого первого дня мы разработали несколько сценариев это минус 20 процентов минус 50 процентов и минус 70 это касается и падение спроса на объекты жилой недвижимости которые мы как девелопер строим и это касается и объема потребления основных строительных материалов сейчас мы видим что апрель движется по сценарию минус 50 и вообще не с многими застройщиками с крупными девелоперами звучит и я по себе вижу о том что звучит одно отсутствие спроса отсутствие спроса или же он там снизил снизился там у кого-то на 70 у кого-то на 80 процентов так или иначе мы понимаем что застройщики долго за счет там ресурсов собственных без сохранения без получения какой-то динамики по спросу позитивны они не смогут поддерживать на этом уровне темпы строительства и большинство застройщиков сейчас уже в открытую говорят что мы в половину сокращаем объемы и темпы строительства что и мы сейчас ожидаем в апреле месяце это динамика снижение активности на половину фактически вот что мы для этого делаем нам пришлось остановить два предприятия небольших и перераспределить объемы между другими для того чтобы сохранять оптимальную себестоимость и загрузку да нам пришлось частично уменьшить численность людей занятых на производстве потому что там объемы неполноценную дают неполноценную загрузку мы видим так складывается мы ответственные поэтому люди уходят или в отпуск а берут вам оплачиваемые мы понимаем что это тоже очень хороший удобный вариант мы поддерживаем наших людей или же они уходят в простой и простой это там две третьих ставки мы выпадем касательно касательно дальше как будет развиваться ситуация будем 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 уже ориентироваться по факту но основная наша задача которую мы видим прежде всего это обеспечить здоровье наших людей поддерживать их и выплачивать тот заработную плату максимально которую мы можем обеспечить при данных темпах работы для того чтобы сохранить весь там коллектив и основные ресурсы для того чтобы при уже дальше изменение ситуации в лучшую сторону быстро возобновить свою нормальную деятельность базового базового все спасибо большое анна спасибо сергей я бы хотела подключить анну чуботину компания арика на это сеть торговых центров два в киеве и два в регионах аня пожалуйста подключитесь к нашей дискуссии и немножечко расскажу что большинство экспертов вот сейчас мы читаем последние несколько недель информацию и это не только в украине это в целом глобально торговые центры которые первыми закрылись еще когда все предприятия работали торговые центры закрыли свою работу на неделю раньше и по всем данным экспертов торговая недвижимость переживет такой затяжной кризис да если строительство возобновится вот это кстати будет потом вопрос еще раз к Ане и Сергею строительство достаточно быстро возобновит свою работу то для торговой недвижимости прогнозы такие достаточно не очень веселые Ань поделитесь видением ситуации что происходит сейчас и как вы видите эту ситуацию по завершению карантина Добрый день коллеги рада вас всех видеть у нас есть проекты которые функционируют это торгово-развлекательные центры и проекты торгово-развлекательного центра который находится на стадии строительства если говорить о работающих проектах то все торговые центры такие в Запорожье работают в режиме ограниченного доступа для посетителей это значит что работают только гипермаркеты и разрешенная категория магазинов аптеки банки товары первой необходимости зоомагазины магазины электроники причем от торгового центра эти списки эти списки разнятся в каждом торговом центре это порядка 10-15 и не больше торговых точек и если в торговом центре от 80 до 170 арендаторов не сложно посчитать какой процент магазинов открыть мы работаем в режиме локдауна фактически с 17 марта с 16 марта в удаленном формате работает наш центральный офис в прошлом году мы тестировали уже удаленный формат и это позволило нам безболезненно в один день перейти на хоумворкинг без потери эффективности если говорить о командах в торговых центрах они сейчас работают по определенному графику который позволяет им частично работать удаленно но значительную часть все равно находиться в торговых центрах так как вы понимаете торговым центром сложно управлять из дома при этом конечно мы соблюдаем все необходимые меры безопасности все требования и не только наша команда работает управляющая в режиме повышенной активности а также это и клининг и охрана которые тоже работают в усиленном режиме так как повысились требования по дезинфекции и остальные мероприятия связанные с требованиям ОСК и как говорит наша управляющая наших киевских торговых центров Хина Сотникова мы постоянно мы ему дезинфикуем и не паникуем это во всех наших торговых центрах эта фраза уже стала крылатой не только в рамках нашей компании но и за ее границами касательно нашего торгового центра который мы строим на станции метро Лукьяновка мы продолжаем строить рассчитываем что темпы строительства точно не будет снижены до конца июня дальше будем смотреть по ситуации наш застройщик обеспечил на площадке все необходимые меры безопасности и параллельно мы как и раньше продолжаем работать над внесением корректировок в концепцию торгового центра так как предпочтение потребителей с момента начала реализации проекта существенно изменились и сейчас мы рассматриваем увеличение зоны футборта и развлекательные зоны работаем над концепцией бизнес башень такая часть творчества которой мы сейчас тоже занимаемся при этом хочу добавить что очевидно что ввод в эксплуатацию ряда проектов которые находятся на финальной стадии строительства сейчас может быть перенесен и это вопрос не только финансирования а возможно об этом могут сказать специалисты в этих отраслях это вопрос таких проблем как сбой поставок оборудования стройматериалов возможно сложности с логистикой рабочей силы также я ожидаю что арендаторы которые вышли в таких проектах на ремонтные работы могут точно так же задержать сроки по тем же причинам поля а есть ощущение того как быстро восстановится торговая недвижимость и если опасения опять же цитирую то что вы читала в других изданиях что часть ритейлеров все-таки не вернутся к работе что за период карантина будут какие-то банкротства именно ритейлеров это те кто наполняют торговые центры и что части ритейлеров просто не будет некому будет открываться и будет вакантность торговых центров если такие ощущения прогнозы сценарии зависят от многих факторов в том числе от срока карантина срока локдауна чем раньше мы сможем вернуться к нормальной работе тем быстрее будем восстанавливаться самый сложный период для нашей отрасли с моей точки зрения это естественно сейчас это беспрецедентная ситуация когда торговые центры по всей Украине закрыты раньше такого никогда не было но при этом сложный период будет и после открытия торговых центров несколько первых месяцев это этап когда арендаторы будут восстанавливать свои бизнес-процессы персонал, коллекции, маркетинг также возможно восстановление будет задерживаться в связи с сезонным снижением товарооборотов которое мы рассчитываем хотя бы частично будет компенсировано в этом году отложенным спросом могут быть также нюансы с открытием развлекательных составляющих это развлекательные центры и кинотеатры сегодня мы не понимаем смогут ли эти операторы открыться вместе с торговой галереей или будут открыты позже и конечно это тоже может влиять на работу торговых центров если отвечать на твой вопрос по потенциальному закрытию ритейлеров да конечно такая вероятность есть возможно что некоторые ритейлеры которые до введения карантинных мер были на грани своей рентабельности не смогут пережить этот период и будут вынуждены закрыть свои магазины нас радует что на сегодняшний день ни в одном из наших проектов нет отказа от договора в аренду по этой причине при этом конечно мы продолжаем общаться с каждым нашим арендатором индивидуально чтобы понимать ситуацию в целом и ситуацию каждого отдельного нашего арендатора если говорить о товарооборотах первые несколько месяцев мы ожидаем снижение продаж сейчас достаточно сложно оценить какое это будет снижение и основной фактор конечно это снижение доходов населения и возможно отсутствие качественного и широкого предложения со стороны ритейлеров при этом я рассчитываю что часть такого падения компенсирует отложенный спрос потребитель устал от заточения к концу апреля окончательно устанет все мы захотим порадовать себя и свои семьи подарками и покупками другое дело с какой финансовой прочностью мы войдем в этот период конечно это отобразится на среднем чеке и возможно на количество единиц в нем и начало восстановления товарооборотов ожидаю и рассчитываю на это со стартом осенне-зимней коллекции спасибо большое очень такая четкая картинка я бы хотела тогда когда переключиться на офисную недвижимость илья киникштейн я специально позвала не представителя офисного центра представителя арендатора офисного центра которые тоже сдают площади в аренду илья подключайтесь пожалуйста и вот хотелось бы услышать ваш взгляд когда вы находитесь как бы это вы представители для нас сегмента офисов что происходит какие ощущения как хорошо или я знаю уверенно практически все торговые центры быстро объявили о том что они готовы отказаться от арендной платы если покрываются опексы и коммунальные услуги точно знаю что большая часть офисных центров на такие условия не идут расскажите что в офисах о чем договариваются какая ситуация офисы открыты работают есть ли доступ и как сегодня это происходит Илья всем привет я так в первый раз вообще участвую в подобной онлайн конференции надеюсь эта история у нас она скоро закончится и мы все будем видеть друг друга вживую а не в виде каких-то аватаров вот и так далее вот ну я во первых хочу немножко может быть не так оптимизм оптимистично то есть я конечно про нас расскажу то есть как бы потому что у нас такая очень интересная ситуация если в двух словах ситуация по таким вот именно вот по коворкингам или по гибким офисам то есть то что в общем то является нашим сегментом бизнеса она с одной стороны достаточно сильно такой достаточно серьезный хит получила достаточно серьезный удар вот но с другой стороны я понимаю так то что мы быстрее всего и отскочим назад то есть почему потому что в тот момент когда закончится карантин уже не будет продолжаться там вечно то есть соответственно и под тем тенденциям потому что сейчас происходит по тому количеству звонков и обращений там там и так далее понимаем то что в общем то эра шеллен корр подходит к концу особенно это касается бизнес-центров класса вот и но перед этим то есть как бы естественно что хотел сказать следующее то есть вот нет ты судишь и день там тем кому там хорошо кто в шоколаде то есть как бы давайте будем говорить объективно коллеги потому что на самом деле ну жопа всем абсолютно то есть без исключения это абсолютная реальность той которой мы оказались потому что сейчас происходит беспрецедентная ситуация для всей планеты и в общем то нам в этом смысле достаточно тяжело потому что у нас еще и стандартов нет и абсолютно ноль со стороны поддержки со стороны государства то есть только какая-то декорация очередная и так далее то есть ну во-первых потому что государство нищее а во-вторых оно испроможно ни на что вот то есть там тесты не могут завести соответственно поэтому у нас непонятно вообще у нас сто трупов или тысячу или десять тысяч то есть как бы ну это такое то есть лирика вот что касается там ну там моей команды мы естественно что там где-то еще в феврале начали задумываться о том что в результате может произойти в это естественно что никто не верил мы начали первыми там закупать маски массово то есть когда все смеялись говорили там то что в масках потом спорили со мной о том что в масках должны ходить только больные люди поэтому если одеваешь маску то ты больной человек сейчас ходят соответственно все и никто уже не это вот никто уже не спорит вот мы там разработали там выпустили свои антисептики для резидентов потом когда начался карантин все наши резиденты естественно что по очередным достаточно быстро переехали домой ситуация у нас сегодня по нашим двум локациям слава богу у нас всего четыре локации две в стройке финализируем и две открытые слава богу что не открылись до того как это все началось не открыли третью и четвертую вот потому что сейчас бы стояли в общем то платили аренду и так далее вот по двум локациям у нас одна в сенаторе вторая в бульвере то есть как бы в общем то могу сказать следующее обязательства свои мы перед лордами выполняем вот в полной мере никто никаких поблажек нам не делает понятно что они диктуют свои условия потому что это класса он всегда у нас диктовал свои условия то есть соответственно никто никаких скидок по крайней мере исходя из того что я знаю мало идут на скидке то есть как бы там по кону аренде мы же в свою очередь оказались в растяжке потому что к нам естественно что приходят резиденты периодически говорят там отдайте нам какую-нибудь скидку я же не сижую и не работаю у вас есть сижу дома и т.д. Мы для того, чтобы, в общем-то, с одной стороны, да, ну и если говорить в целом по всей картине, у нас там сегодня 700 резидентов, и в основном это компании, маленькие компании, их немного у нас на самом деле съехало, ну или съезжает, то есть как бы там, по-моему, 2 или 3 компании, то есть как бы и все. Все остальные, особенно крупные, то есть как бы они сидят, продолжают ждать, когда это все закончится, потому что для них 2 месяца это не трог. Вот, поэтому мы пытаемся менеджить эту ситуацию следующим образом. С одной стороны, безусловно, мы делаем, мы перешли онлайн все, то есть у нас нет каких-то платных услуг, которые мы предоставляем нашим резидентам. Естественно, что там мы стали, у нас там куча всяких инновационных идей, там мы стали возить им домой рабочие места, там столы и кресла, то есть как бы привозить им домой, потому что это людям на самом деле очень важно. Мы там выпустили свои антисептики, мы там выпустили свои там какие-то наборы еды, то есть как бы и так далее, и так далее. То есть мы там делаем, продолжаем делать наши happy hours по пятницам, только онлайн уже, соответственно, собирается примерно такая же тусовка, как сейчас. И все только вместо того, чтобы все говорить про серьезные вещи, все бухают, вот, но каждый свое. И понятное дело, что все ждут, пока все закончится. Локации у нас открыто работают 24 часа на 7, как всегда, у нас есть комьюнити-менеджеры на наших локациях, никогда никуда не уходили. Меры предосторожности мы, в общем-то, на самом деле предпринимали еще и с прошлого года, вот, то есть и, в общем-то, там закупили там и тепловизоры, и градусники, и все остальное. То есть это, в общем-то, элементарные нормы гигиены для всех, там не обязательно, там не нужна для этого, там эпидемия для того, чтобы там мыть офис, правильно? То есть, как бы, или там делать один раз в месяц хотя бы озон. Вот, поэтому, в целом, мы, там, понятное дело, удвоили, там, уборку, там, и так далее. То есть, у нас все работает, у нас там порядка 40-50 наших резидентов все-таки работают из наших офисов. Есть даже новые, которые въезжают, вот, удивительно вообще, то есть, как бы, что происходит. Но я могу в двух словах рассказать о том, какая тенденция и что мы, в принципе, сегодня ждем и чем мы сегодня занимаемся. То есть, помимо того, что мы, в общем-то, с одной стороны платим полноценную аренду, с другой стороны, испытываем достаточно серьезный удар от того, что наши резиденты, так как у нас краткосрочная аренда, просят. Не все, ну, то есть, как бы, часть просят о каких-то отложенных платежах, там, или о скидках, или еще чем-то и так далее. И, в общем-то, то, что мы, в принципе, сегодня испытываем, мы испытываем следующую историю. Колоссальное количество компаний сегодня на рынке, особенно это IT-компании, они, естественно, что урезают свои бюджеты, увольняют людей, в общем-то, освобождают офисы свои роскошные и так далее. То есть, как бы, и к нам стали обращаться не только компании, которые там обычно к нам заезжают, там, сегмент 12, 20, 25, 30, 40, то есть, как бы, но в том числе и большие компании, которые до сих пор там сидели в своих офисах и сегодня не готовы больше продолжать длинные контракты. Длинные контракты и закапывание денег в песок на капекс больше никого не интересует. Это, уважаемые представители бизнес-центров, вам нужно понять, как можно быстрее, потому что сейчас начинается, в общем-то, эра краткосрочных максимум на год контрактов. Я эту эру, в принципе, там, предсказывал где-то лет через пять, через шесть, то есть, как бы, ну, карантин нам всем в кавычках помог, то есть, как бы, соответственно, мы это будем иметь уже в этом году. Вот, то есть, ну, по крайней мере, тенденция на это начнется. Понятное дело, что крупные, огромные компании, они будут продолжать строить свои собственные офисы и сейчас строят, то есть, как бы, заезжают в бизнес-центры, но большая часть всех бизнес-центров рано или поздно превратится в формат гибких офисов с краткосрочной арендой от месяца до года. Соответственно, операторы, так как, в общем-то, тяжело делать самостоятельный куворкинг, можно попробовать, но это скорее марафон, чем спринт. И там огромное количество деталей, мелочей и вещей, то есть, потому что вам нужно формировать свой собственный продукт, а не просто, то есть, ну, это контент на самом деле, то есть, собственно, недвижимость сегодня, чем просто стол-стул Wi-Fi. Поэтому огромное количество компаний сегодня просится к нам, понятное дело, они все хотят переехать после карантина. Огромные компании, которые раньше были большими, стали маленькими, ужались, то есть, как бы, они хотят съехать со своих офисов. А мы, в свою очередь, придумали новую тему. Мы предлагаем им параллельно, давайте мы у вас в вашем офисе откроем локацию, то есть, как бы, ну, и, соответственно, будем заниматься всей, то есть, возьмем на себя ваш контракт, там, да, то есть, как бы, и, соответственно, будем его менеджить. Вы будете сидеть у нас или у себя же в офисе, только вы будете сидеть в нашей, в нашей, ну, в нашем стандарте, то есть, как бы, когда мы там чажим за рабочее место, а не за квадратный метр. Вот эта модель, то есть, как бы, она, как и многие другие новые модели, и не только в офисной недвижимости, но и в ритейле, и в других областях, то есть, как бы, в real estate, она так или иначе сейчас уже началась, будет все больше и больше. То есть, просто стандартно квадратные метры в шелленкоре, там, с большими скидками, это мы уже слышали, и огромное количество сейчас обращается нам потенциальных партнеров, предлагают такие условия, то есть, как бы, мы, естественно, что, то есть, как бы, смотрим на то, что нам подойдет и что не подойдет. Но я понимаю так, резюмируя, бизнес гибких пространств, а именно коворкингов, а именно таких high-level коворкингов, премиальных сегмент, в котором мы находимся, являемся лидером, он будет на сегодняшний день, безусловно, в этом году, он будет бумить, как, в общем-то, это нам казалось, что он бумит в прошлом, на самом деле, он будет бумить в этом году. И это будет происходить не от всеобщего счастья и расцвета экономики, а как раз наоборот. И вот тот тезис, когда коворкинги начинают выстреливать во времена кризиса, то есть, как бы, он сейчас оправдывается, и понятно, что это не догма, потому что, например, в Иворк, ну, они, понятное дело, то есть, они, в общем-то, находятся в глубокой жопе, вот, сегодня, не платят своим арендодателям или платят с большими задержками и так далее, то есть, как бы, ну, в общем-то, все мы знаем о том, что В Иворк – это не самая здоровая компания, и так как они, в общем-то, большие, поэтому пытаются ориентироваться на них. Посмотрите там на другие проекты, посмотрите на Регус, который там не двигается, да, то есть, как бы, вот, я считаю, что очень уважаю Регус, то есть, как бы, с точки зрения, там, их, ну, правильного развития, даже они там, по-моему, новую локацию сейчас объявили. Вот, поэтому есть куча самых разных проектов, то есть, как бы, вот, мне кажется, что high-level, именно, вот, высокоуровневый подход с, там, с обслуживанием очень крутым, там, с рабочими местами и так далее, он будет всегда иметь спрос. А, соответственно, то есть, какие-то средние, маленькие проекты, то есть, как бы, они, естественно, что будут умирать. Почему? Потому что, в общем-то, ну, наверное, то есть, как бы, нужно думать про свой проект и про свой продукт вне понятия карантина, эпидемии, всего остального и так далее. Оля, если вы позволите, еще этот вопрос просто задают, там, в чате, там, прогноз по стоимости аренды платы после карантина, будет ли падение значительным и так далее. Смотрите, я могу сказать вот как. Это мое субъективное мнение, ни в коем случае, там, не претендую на истину. Тем более, что, все-таки, я больше в рынке hospitality, чем в рынке стройки, да, то есть, как бы, ну, и, соответственно, но, что я могу сказать? Безусловно, падение, не падение, а приведение цен в нормальный вид, то есть, как бы, в соответствии, там, с европейскими стандартами, оно будет. То есть, как бы, почему? Потому что мы все знаем о том, что аренда, арендная плата в Украине, она, там, завышена, да, то есть, как бы, ну, имеется в виду, завышена не потому, что у нас, там, спрос нет, а арендная плата высокая, а потому что, в общем-то, то есть, там, в Европе, в более развитых странах, то есть, как бы, эта арендная плата, она более, ну, она ниже. Но то, что я больше верю в то, что будет помимо, не столько это отразится на арендной плате, сколько отразится на всяких дополнительных фишках, которые делает лендлорд сегодня, когда он будет договариваться, там, со своими арендаторами. Вот, смотрите, мы, там, в Европу до карантина, там, начали экспансию, и, соответственно, начали, там, ездить по странам, договариваться с лендлордами. И в одной стране, не скажу, в какой, но очень крутой. Там мы откроемся обязательно в этом или в следующем году. Что мне предлагают? Мне предлагают в бизнес-центре класса А, предлагают, там, где-то 4 тысячи метров, в общей сложности, где-то порядка 14-15 евро я должен заплатить за квадратный метр. И плюс к этому еще где-то 150-200 евро лендлорд дает в моем фитауте. То есть, при этом, при всем, то есть, он не делает фитаут по-своему, он делает фитаут, так как я ему скажу, в моем стандарте, то есть, как бы, исходя из тех дизайнов, там, и планировок, которые у нас есть. Вот, понимаете, то есть, вот это у нас сейчас начнется. Наконец-то лендлорды начнут все-таки как-то понимать, что рынок сейчас стал конкурентным. Нужно не просто, там, бетонную могилу сдавать по 35 долларов или по 25 долларов, то есть, как бы, а нужно думать, в том числе, и о том, об интересах арендатора. То есть, как бы, арендаторов будет меньше, соответственно, будет возня вокруг больше. Вот, и коворкинги, хай-левел коворкинги с именем, то есть, как бы, со стандартами своими и так далее. Сейчас, естественно, что будет, ну, не диктовать условия, но, по крайней мере, выбирать лучшие проекты. То, чем мы сегодня и занимаемся. Активно ищем по рынку. Если у кого-то есть что предложить, будем рады. Все, спасибо. Спасибо большое, Илья. Я тогда хотела бы перейти к следующему сегменту, который интересует достаточно много людей сегодня. Это гостиничная недвижимость, сфера туризма, что происходит с ним, потому что этот сегмент почувствовал все карантинные прелести раньше, чем мы почувствовали их. Туристический поток снизился уже начиная с января-февраля. Да, Ирина, вам тогда слово. Я знаю, что сейчас есть аналогичные собрания, да, по вашему сегменту, что представители разных отелей в Украине собирались, и я видела обращение к власти, да, как поддержать туристическую отрасль, как поддержать гостиницы. Расскажите, как вы сейчас себя ощущаете? Был ли отклик на ваше обращение? Спасибо, Ольга. Действительно, гостиничный бизнес почувствовал эффект негативный от пандемии намного раньше, я предполагаю, слушая о том, что происходит на других сегментах, намного раньше, чем остальные. Если говорить о том, когда именно мы начали уже реагировать на изменения, возвращая в память начало года, конечно, мы начали пересматривать свои стратегии по отношению к восточному рынку, потому что во всех коммерческих стратегиях гостиничной группы Китай был одним из основных поставщиков лэжа туристов на ближайший год-полтора, потому что этот рынок рос, и рос в том числе под прибытием в Украину, благодаря в том числе определенным мерам по либерализации въездного, визового режима для этих стран. Конечно, мы все начинали понимать, что необходимо искать, чем замещать этот сегмент, и вырабатывали изменения в стратегиях, но если говорить, что происходило дальше, то у меня, я бы такую, знаете, ассоциацию поделилась с вами, такое ощущение было, что мы бежали по горящему мосту, потому что если сначала обрубил Китай, для нас это достаточно большие были прогнозы по номерам ночам, потом начались ограничительные меры внутри Европы, когда начал сокращаться поток бизнес-туристов в Украину, и начиная с середины февраля, мы уже видели, что темпы бронирования на ближайший месяц-полтора не столь активные, как это было в сравнении даже с прошлым годом, хотя он был не самым лучшим по ряду некоторых причин, связанных, прежде всего, с выборами и нестабильностью экономической в стране. Поэтому если возвращаться к тому, когда начала нас накрывать волна пандемии, то середина февраля это тот период, когда мы уже начали понимать, что прибывающие к нам туристы, они тоже могут нести определенный риск, и если говорить о том, что мы делали внутри предприятия, внутри гостиниц, мы уже тогда начинали предпринимать меры по обеспечению санитарной безопасности, и увеличились частоту уборки общественных зон, начинали уже тогда обеспечивать определенный режим обслуживания в ресторанах. Но пиком для нас по времени накрытия бизнеса туристического и гостиничного была первая неделя марта, когда большинство крупных событий в Европе, такие как Женевский автосалон, как туристический форум в Берлине, за день, за два до даты своего начала начали объявлять о закрытии, о переносе дат либо отмены в этом году этих мероприятий. И мы тогда уже начали понимать, что эта волна накроет и Украину, и большинство мероприятий, которые были запланированы на ближайшие месяцы, два или три, они не состоятся, и посыпалась волна на протяжении первой недели марта, отмен крупных бизнес-мероприятий в Украине. Конечно же, снизился сразу же объем бронирования и посыпались отмены. И какие бы ни были наши пробы заместить эту потерю от бизнес-туризма, повторюсь, что дальнейшее закрытие границ, дальнейшие запреты на массовые мероприятия в Украине, дальнейшее прекращение внутреннего транспортного сообщения, унеможливали какие-либо вообще варианты замещения этого спроса. И начиная с середины марта, большинство гостиниц начали думать о том, чтобы закрываться, потому что это единственный способ был каким-то образом удержать расходную составляющую, потому что содержать комплексы такие достаточно затратно. И, конечно же, поэтому пришлось большинству отелей сейчас закрыться. Поэтому, говоря о текущем статусе, начиная с марта, мы проводили исследование совместно с Колерсом. На неделе, которая была с 17 марта, закрылось 85% гостиниц по Украине. Сегодня порядка 95% отелей закрыты и не принимают гостей по причине их полного отсутствия. Как вы понимаете, основной, наверное, проблемой, вот сейчас, с которой мы делаем выводы, что все-таки Украина, украинские отели, а я представляю сегмент бизнес-отелей, которые доминируют на рынке, это та страна, в которой путешествуют чаще всего в интересах бизнеса, въездной туризм был тоже в интересах бизнеса. Поэтому, говоря о перспективах, о том, какими мерами мы рассчитываем и хотели бы восстановить, попробовать как-то отрасль, это только надеяться на восстановление внутреннего туризма, когда украинцы будут путешествовать по своей стране. В отношении вашего вопроса по поводу антикризисных мер и наших обращений, да, действительно, я действительно очень рада тому, как мы смогли консолидироваться внутри отрасли и разработать обращение и к офису президента и премьер-министру о том, чтобы поддержать, прежде всего, экономическими методами нашу индустрию, потому что нам пришлось, помимо того, чтобы закрыть объекты, отправить в отпуск за свой счет большинство сотрудников, а если говорить о том, что собой мы, как мне кажется, в отличие от других объектов недвижимости представляем, это 35-40% расходов наших – это зарплата, это сервисная индустрия, поэтому нам необходимо содержать этих сотрудников, чтобы они не чувствовали себя брошенными, без работы, поэтому большинство гостиниц сейчас просят, чтобы мы могли быть освобождены от выплаты ЕСВ, конечно же, мы рассчитываем на какие-то определенные поблажки в отношении снижения ставки НДС, мы попросили рассмотреть возможность возврата турсбора, который, прежде всего, должен быть направлен на развитие туристических регионов, но сейчас мы понимаем, что эти средства, они были бы нам важны для того, чтобы мы дальше могли как-то поддерживать те расходы, которые мы вынуждены нести для сохранения наших коллективов. Реакция была на ваше обращение? Вы верите в то, что вы можете получить такую поддержку, о которой просите? Вы знаете, надежда умирает последней, безусловно, мы видим, есть определенные отклики, нам очень помогает сейчас в этом отношении госагентства по развитию туризма, как вновь созданная структурная единица, она не до конца пока еще сформирована, но тем не менее в ее лице мы видим уже достаточно большой уровень поддержки по лоббированию наших интересов. Также мы видим, что есть поддержка со стороны подкомитета по туризму при Верховном Совете, но на все это нужно время, поэтому, если говорить о реальном отклике, пока каких-либо конкретных действий в отношении экономических инструментов поддержки бизнеса мы не видим. Но есть очень неплохие результаты совместных наших действий, связанные с тем, чтобы все-таки привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма, была внутри определенной рабочей группы, которая объединила представителей туроператоровского бизнеса, гостиничного, и вендоров, разработана коммуникационная стратегия, направлена на то, чтобы улучшить культуру, создать культуру путешествий по Украине, потому что мы видим в этом возможность восстановления рынка в ближайшее время, особенно в преддверии летнего периода, и большинство отелей, конечно же, рассчитывают на то, что мы своими путешествиями, мы, украинцы, таким образом сможем поддержать нашу область. Спасибо большое, Ирина. Я бы тогда хотела перейти к следующей части запланированного мероприятия. Я бы хотела пригласить Андрея Миму. Я сейчас выключу показ экрана, который у нас есть, да, и даю такую возможность. Андрей, пожалуйста, к нам подключайтесь, у вас есть возможность показать ваш экран, и есть возможность продемонстрировать данные спроса, потому что, о чем я сегодня говорю, да, возможно, у нас сейчас у всех сложная ситуация, да, и у торговой недвижимости, и у гостиничной, и у офиса, но это все в какой-то степени формирует отложенный спрос, да, что сегодня происходит со спросом. К сожалению, по другим сегментам у нас идеальной аналитики нет, но вот по жилой недвижимости все-таки Лун пока что собирает максимально хорошие и качественные данные, да. Андрей, тогда вам слово, покажите, что происходит со спросом, можем ли мы рассчитывать, надеяться на то, что у нас формируется какой-то отложенный спрос, да? Да, спасибо всем. Сейчас я разберусь, как это сделать, как мне заширить мой экран. Share Screen. Выбираете, нажимаете кнопку Share Screen, видите... Да, просто немножко не то показывать. Да, ладно, сейчас я сделаю вот так. Все чудесно, Андрей. Вы видите мою презентацию? Да, видим экран, это, скорее всего, экран... Черный экран, видите? Черный, видим. Как изменился спрос на квартиры? Нет. Видим, что вы зашли на страничку Лун. Лун ЮАЖ. Видим порнохаб, Андрей. Блин, хочу его закрыть. Сейчас. Да ладно, оставляйте, полистаем. Сейчас. Всем же хотелось немножко позитива, правда? Угу. Сейчас, секунду. Просто у меня несколько окон открыто, и поэтому... Андрей, я могу Ковальскую открыть на заставку. Я открыл соседнее окошко, Сергей. Все нормально? Я понял. Ладно. Сейчас видишь? Нет, все. Разобрался, да. Сейчас видно, да? Как изменился спрос на квартиры? Нет, нет, мы все... Нет, вот, все, видим. Как изменился спрос на квартиры? Да, есть. Да, сейчас расскажу. Да, давайте в двух словах расскажу вообще, как мы видим... Не знаю, как эта жопа выглядит с нашей точки зрения. У нас, значит... Вспоминая, в общем, 13-го, в пятницу 13-го, когда правительство объявило, что мы с понедельника уходим на карантин. Значит, мы это назвали день святого карантина. И всех ребят, как бы, в пятницу вечером отпустили домой и сказали, все, ребята, типа, увидимся неизвестно когда. Вот, то есть мы уже тогда понимали, что будет что-то очень странное. Вот, и поскольку рынок недвижимости, особенно инвестиции в новостройки, покупка квартир в новостройках, он очень чувствительный ко всяким внешним факторам, я имею в виду панические настроения и так далее. То есть курс доллара идет в одну сторону, растет количество сделок, доллар падает, все начинают тормозить продажи. В общем, мы понимали, что карантин как-то на это повлияет. И мы решили... То есть мы перешли в авральный режим работы. И начиная с понедельника у нас горизонт планирования, который раньше был там год, два, три, у нас было два горизонта планирования. Сегодня и завтра. То есть мы делаем что-то сегодня, либо мы релизим что-то завтра. И, значит, первый день в понедельник, сегодня мы решили обзвонить всех застройщиков. Порядка двух сотен звонков сделали наши клиент-менеджеры, которых 10 человек, то есть каждый по 20 звонков сделал. Так вот интересно, что большая половина реакции на наши звонки, а звонок был такой, алло, здравствуйте, как у вас дела, тут вообще карантин, что у вас слышно в отделе продаж, все нормально, ненормально. Так вот почти все нам сказали, а что вы нам звоните? Что-то случилось? Мы такие, ну, вообще-то да. Они говорят, да нет, все нормально, вот я сейчас сижу, у меня сделки, продажи, все нормально, вообще нам никто ничего не говорил. Мы говорим, а, окей, ладно, спасибо, мы завтра позвоним. Вот. И в конце недели, как бы, все начали, многие начали все понимать. То есть это я говорю, относительно, ну, есть инерция у рынка, у покупателей, у спроса, у всего. Вот. И, значит, мы сейчас прошли с вами уже первый месяц. Вот у меня на слайде написано, как вы заметили, снизу Киев. И дата, видите, какая, да? 31 день карантина. То есть у нас, как бы, новая эра началась с дня карантина. Мы, как бы, все даты не считаем. У нас 31 день карантина. И, значит, есть временной лага очень существенная. То есть в первую неделю карантина все отделы продаж говорили, так все нормально, ничего не поменялось. Мы говорили, ребята, будет жопа. Вот. На вторую неделю все начали понимать, что жопа. В третью неделю вообще все падало. Сейчас все говорят, вообще капец, непонятно, что будет. Но мы наблюдаем, что начинается некая оттепель небольшая. Вот. И об этом, собственно, я сейчас расскажу. Значит, поскольку мы не владеем информацией о количестве сделок и количестве продаж у застройщиков, и никто этой информацией не владеет, только сами застройщики про себя. Я только хотела добавить, да. Этой информации, к сожалению, нет нигде. Поэтому ее нет нигде, да, но мы как-то пытаемся ее мерить. Вот. Значит, но у нас есть косвенные факторы. Как бы первое, на что я посмотрел в четверг. Значит, это данные линии, это обычные дни. Андрей, какие-то проблемы со звуком. Четвертый день карантина, скажем так. Все люди как бы никуда не сели домой, а начали на машине, наоборот. Да, наверное, ЛТЕ. Как мазит. Сейчас лучше слышно? Ряд есть? Да, лучше слышно, да. Я говорю о том, что в день первого введения карантина автомобильный трафик был только больше, чем обычно. Потому что, наверное, все люди поехали за едой. Но мы видим, что на вторник, среда, четверг, все как бы очень сильно начало падать. До уровня 50% задержка обычная. То есть, условно, ночью задержка ноль. В обычный день раньше была задержка 90%. По времени стало 50%. Так вот, я вам хочу показать график за последние 7 дней, начиная с сегодняшнего дня. Значит, слева видите 3 бугорка. Это обычные дни карантина. Пиковый трафик 40%. Так вот, в понедельник вчера он вырос 50%. Позавчера. Во вторник вчера он вырос до 60%. Что это значит? Это значит, что люди привыкают к текущей ситуации. И это очень важно, что паника проходит. Они понимают, что карантин – это new normal, это надолго. И никакого 23 апреля это не кончится. Почему это очень важно для спроса? Потому что одно дело, когда тебе говорят, потерпи за неделю, потом все будет нормально. Конечно, ты не будешь тратить несколько миллионов гривен на квартиру. Ты подождешь. Поэтому застройщики увидели очень большое снижение продаж, по нашему ощущению. Но люди – это же такие существа, которые наиболее адаптируемые. Поэтому они выжили в эволюции. Поэтому нам кажется, что поскольку эту кастрюльку с водой подогревают медленно, то сначала внедрили легкий карантин, потом усилили, потом еще усилили по чуть-чуть. Это позволяет людям как-то адекватно действовать. В Одессе, например, по нашим данным, ничего не было вообще. Все гуляли по улице, все нормально. А потом в один день тупо запретили вообще все, и в том числе строить. И одесские застройщики, которые вчера нам говорили, у нас вообще все нормально, что там у вас в Киеве за вирус, на следующий день сказали, ребята, мы все закрываемся. Вообще, мы закрываем стройки, отделы продаж, извините, мы все закрываемся. Мы говорим им, ребята, подождите, все нормально, не надо закрываться, все будет ок. И через неделю действительно они поняли, что они переборщили. Теперь давайте посмотрим, как ведет себя спрос в интернете. Вот есть Google Trends, есть запрос купить квартиру. И вот это последние 90 дней, 3 месяца. Значит, половина января, половина февраля слева. Потом на мартовские праздники спрос чуть-чуть уменьшился. И вот ровно в день начала карантина спрос хлопнулся на 30%. То есть количество запросов купить квартиру. Вот вторая неделя карантина, тот же уровень, никуда ниже ничего не падало. Третья неделя, тот же уровень. И прошлая неделя, четвертая, впервые показала небольшой рост спроса в этой теме. То есть люди, хоть и перестали делать сделки, они продолжают сидеть дома и выиграть квартиру. Теперь, что касается наших данных по Луну, значит, у нас ситуация следующая. Если взять обычную неделю, это посещаемость Луна, значит, обычная неделя до карантина. Если взять ее за 100%, то та неделя, где 8 марта у нас была посещаемость 90%, это всегда так, каждый год. На следующей неделе оно должно было вернуться обратно к 100%. Но нет, в первую неделю карантина 70%, на вторую неделю карантина упало 60%, на третью неделю карантина начался первый раз, мы почувствовали небольшой рост 65%, и вот на прошлой неделе оно вернулось как бы к 70%. Мы рассчитываем, что оно вот так вот плавненько будет восстанавливаться, если не будет плохих новостей, то есть более сильного локдауна. Хорошей новостью, которая драйвит вот этот потребительский спрос, нам кажется, было постановок обмина про то, что стройки разрешают. Это хорошая новость, а любые инвестиции, они делаются на новостях, поэтому люди инвестируют в квартиру, когда много хороших новостей. Поэтому наше ощущение, что ситуация new normal, к которой все привыкнут, плюс постепенное как бы снижение карантинных норм, плюс незапрет на стройку, не должен убить спрос как бы вообще в ноль. Потому что одно дело, когда ты не можешь в кинотеатр идти просто потому, что нельзя много людей собирать, другое дело, когда тебе нужна квартира, застройщики строят, все нормально. Какая есть причина ее не покупать? Только не повнесть, неуверенность в том, что застройщик это достроит. Поэтому застройщики сейчас должны демонстрировать и доказать то, что они могут достроить. Потому что это замкнутый круг. Если застройщики будут уверенно себя чувствовать, к ним придут покупатели, заплатят деньги, у застройщиков будут деньги, чтобы уверенно себя чувствовать. Если застройщики будут закрываться, замораживаться, выключать рекламу, то они продемонстрируют сигнал, что что-то у них не очень хорошо. Дальше хочу показать интересный момент, насколько изменилось поведение покупателей, то есть каким образом они стали с застройщиками коммуницировать. Значит, у нас на сайте есть два типа связи с застройщиком, звончат и так далее. Значит, в обычную неделю количество звонков было вот такое. В первую неделю карантина оно упало в два раза. На вторую неделю карантина еще упало. То есть сейчас оно находится на уровне 40%. И в последние две недели по чуть-чуть начало расти, но все равно падение в два раза. Давайте посмотрим, как ведут себя письменные заявки. Значит, в обычную неделю их было где-то треть. То есть распределение пропорционально все упало. И мы у себя на сайте начали предпринимать экстренные меры, то есть очень много улучшать конверсии, работать над новыми функциями. И это привело к тому, что мы смогли увеличить количество заявок, и оно продолжает расти. И на сегодняшний день у нас пропорция наоборот. Две трети заявок, треть звонков. И интересная картина, что на сегодня, на Луне, количество контактов застройщиков больше, чем у нас было до карантина. То есть нам на падающем рынке рекламном, как нам кажется, удалось растить свою долю за счет супер качественного продукта, сильного бренда. В общем, люди у нас на сайте все больше и больше сделали, что нужно очень быстро меняться. Я вам сейчас быстро за три секунды покажу, собственно, что мы сделали на сайте, чтобы помочь застройщикам сохранить продажи, перевести их в онлайн. Значит, вот небольшое, небольшое демо. Сейчас. Я открою. You share. Вот. Оля. Оля. Андрей, не получается подгрузиться, что-то, наверное, связь все-таки очень слабенькая. Плохой звук и не меняется презентация. Потому что на улице сижу. Вы хотели включить видео, может быть, мы тогда пропустим эту часть. Так, у нас пока с Андреем нет связи. Андрей, попробуем что-то продолжить? Андрей, вы нас слышите? Да. Мы вас очень плохо слышим, прерывается связь. Можем мы тогда попробовать переключиться дальше? Коллеги, я тогда предлагаю, раз пока Андрей не может подключиться к интернету, мы тогда пока остановим. Мы вернемся к нашему слайду. Андрей сейчас попробует вернуться, напишет мне. А мы тогда продолжим дальше. У нас просто тоже ограниченное время, несмотря на то, что у нас 91 человек. Все-таки хотелось бы придерживаться нашего графика и рамок нашей встречи. У нас тогда после Андрея мы хотели бы перейти как раз-таки к антикризисным мерам и ожиданиям. Андрей. Андрей, получается? Я появился. Появились? Все, попробуем еще раз. Да, я появился. Да, смотрите, давайте я видео не буду включать, чтобы не заслонять канал. Да, я в режиме аудио скажу. Давайте. То есть у нас, что мы сделали на сайте? Первое, мы добавили всем застройщикам возможность связи через Viber, Skype, Telegram. Второе, мы написали большими буквами прямо сверху статус работы отдела продаж. Что, ребята, мы не закрыты, мы работаем. Каждый застройщик мог прислать свое сообщение. Дальше мы максимально быстро всем сделали новую версию 3D моделей квартир, планировок, чтобы застройщики могли онлайн делать онлайн просмотры. Даже если квартира еще не построена, что бывает достаточно часто, правда? Вот. У нас был даже первый кейс, нам написал пользователь, значит, цитирую. 3D-планировки прекрасные. Посмотрел их и купил в Одессе квартиру в жилом комплексе X. В скобочках, живу в другом городе. Вот. Человек как бы 3D-планировкой выбрал себе квартиру. Вот. И в итоге, давайте подытожим наше ощущение, что люди ко всему привыкают. Они будут переставать паниковать. Они будут продолжать покупать квартиры, инвестировать. Застройщикам важно демонстрировать уверенность и кажущуюся, и фактическую. То есть и продолжать рекламную активность, и продолжать строить. К сожалению, ни того, ни того отдельно не хватает. Если будешь только рекламировать и не строить, то это будет кейс Укрбуда. Да. Если будешь только строить и не будешь рекламировать, то вопрос, как узнают покупатели, что ты вообще есть. А поэтому нам кажется, что нужно соблюдать баланс в этом. И на фоне того, что количество рекламы сейчас сильно уменьшилось, у тех застройщиков, которых хватает мощности и строить, и рекламировать, они могут очень классно выиграть долю рынка. Мы делали в закрытом канале опрос застройщиков. Уменьшились ли у вас продажи или увеличились. Большинство, конечно, сказали, что кардинально уменьшились. Меньшинство сказали, что немного уменьшилось. Но были те, которые сказали, что у них продажи увеличились в режиме карантина. Даже так? Поэтому, если у кого-то спрос упал в 10 раз, до 10% или 20%, это не значит, что оно упало у всех. У кого-то он все еще есть. Очевидно, что курс доллара, который сейчас растет, сглаживает немножко ситуацию, помогает покупателям определяться и торопиться уже сейчас. Потому что, когда курс 27-28, а застройщики предлагают скидку и курс 25, ты можешь довольно хорошо проинвестировать. То есть в марте мы видим, что была инерция, то есть люди завершали свои сделки. Апрель мы видим, что это будет самый, по всем параметрам, плохой месяц. Потому что ужесточили карантин в самом начале. Люди все-таки ждут, что 23... Но как только 23 начинаем жить как раньше, только в масках. Квартиру покупать надо, жить где-то надо. Застройщики строят не обанкротились. Все, идем, покупаем. То есть вот наше вот такое ощущение. Это оптимистический сценарий. Если локдаун не просто продолжит, а усилит, скорее всего, эта яма, она продлится на май как минимум. Как-то так. Спасибо большое, Андрей. Мы тогда перейдем дальше. Лев Ревазович, давайте тогда переключимся немножечко на антикризисную стратегию. Давайте поговорим о том, я бы хотела всех сначала спикеров спросить, задать вопрос. Как вы думаете, каким образом могло бы государство помочь именно конкретно вашему сегменту, вашему направлению и вообще есть ли такая возможность у государства помочь? Потому что во многих странах, естественно, существуют разные методы, каким образом поддерживать. Но хочу сказать, что те страны, которые я промониторила, строительство в большинстве случаев идет. Поэтому я думаю, что во всех странах есть понимание того, насколько эта отрасль важна для экономики в целом. И я небольшой оптимист. Да, Лев Ревазович знает, что я не очень люблю все эти официальные письма. Я не верю, что они там сильно как-то прислушиваются к мнению бизнеса, к сожалению. Но давайте поговорим о том, чего бы бизнес все-таки хотел. Какая помощь могла бы поддержать отрасль сегодня? Лев Ревазович, вам слово. И потом поговорим с остальными спикерами. Какие конкретные методы могли бы конкретные сегменты поддержать? Спасибо. Спасибо, Ольга. Первое, я хотел бы... Андрей очень хорошую презентацию сделал. Я хотел бы... Я недавно посмотрел прогноз по снятию карантина по всем странам. Сделал Boston Consulting Group. И там практически многие страны показывают, когда пик заражения будет, это идет на май. И отмена карантинных мер с июня по июль. Где-то в среднем, в 90% случаев, стран в среднем планируется так. Нам на это надо настраиваться. Что у нас, в принципе, активистичный сценарий по отношению к многим странам. Но все равно надо все-таки иметь в виду реалистично, что надеемся, что в конце мая, в лучшем случае... Ну, в лучшем случае в конце мая и в худшем случае в июле у нас может быть смягчение уже карантинных мер. Для нас, как для государства, самое главное понимать последствия не только от коронавируса, борьбы с коронавирусом, введения карантина, но также понимать, какие последствия будут от того, что если карантин вовремя не смягчить и не бороться с болезнями, не давать правильное обеспечение, не защищать бизнес, какие последствия могут быть. У нас резко увеличится преступность, у нас снизится образование, у нас очень серьезно заболеют от других нозологий, от других болезней люди, у нас безработица сильно увеличится, и масса-масса негативных факторов будет. Поэтому тут очень важно, чтобы государство нашло этот баланс, когда смягчать и какую поддержку сделать. Я хочу отметить, что мы хотели бы... Вот сейчас тот вопрос, Ольга, которая подняла, это меры по смягчению кризиса на бизнес и на нашу отрасль. Мы вчера провели большое совещание Совета директоров конфедерации строителей Украины, где присутствовал и министр строительства, и заместитель комитета по строительству Шуляк Алена, и мы обсуждали, какие действия и какие меры нужно предпринимать. Первое, действительно, мы серьезно боролись за то, чтобы стройку не остановили. Мы практически все ассоциации строительной отрасли написали официально письма на премьер-министра, и вот это небольшая победа, которая нам удалась, чтобы стройку не остановили. Были нехорошие прецеденты, когда начали проходить проверки на строительные объекты, и силовики начали останавливать. Мы здесь тоже вмешались, но это уже смещала ситуация. Мы хотели добиться, чтобы право продавать стройматериалы не остановили. Даже премьер-министр у себя в инфографике показал, что стройматериалы будут продаваться, а потом вечером взял эту инфографику, поменял. И сейчас мы боремся над этим, чтобы стройматериалы все-таки тоже продавались. И мы также просим, чтобы отделы продаж на местах тоже работали. На самом деле это не массово, там никто не приходит в очередь, не стоит, чтобы покупать квартиры. Но эту работу надо сделать. И мы вчера начали обсуждать ряд мер, которые необходимо сделать, вот как по опыту многих стран. Первое, это отменить отчисление на фонд оплаты труда. Компенсацию на неоплачиваемый отпуск, чтобы государство было. Это чтобы те, кто сегодня владеет какими-то земельными площадками, имеют договора аренды, чтобы на этот период отменилась оплата. На самом деле торгово-промышленная палата дает справку про форс-мажоры. И это тот пункт, по которым, в принципе, мы можем не платить аренду земли. Для нас очень важно подумать, льготное кредитование и ипотеки, и вообще бизнеса. И вот я бы хотел, чтобы наш диалог сегодня на этом не закончился. Мы хотим сейчас консолидировать все вот эти идеи. И хотели бы все бизнес-ассоциации, торгово-промышленную палату, федерацию работодателей, вот все-все-все, кто работает, СУП, Европейская бизнес-ассоциация, мы, там, Уроклаб, все-все-все объединились. И все-таки правительство начали надавливать на то, чтобы они все-таки повернулись лицом к бизнесу. Потому что если мы, еще этот карантин затянется, то последствия могут быть катастрофичными. Это первый блок. Вторая часть обсуждения, которое я хотел бы сказать, в строительной отрасли еще есть один негатив. У нас за последние восемь месяцев уже поменялся четвертый министр. И, к сожалению, нету даже заместителя по строительству. То есть те проблемы, которые существуют, некому обращаться, никто не консолидирует. И у нас один из таких коррумпированных органов, которые уже десятилетиями существуют, это ДАБИ. И, к сожалению, реформа по ДАБИ за вот эти месяцы, которая под предлогом реформы, стала еще гораздо хуже. С одного ДАБИ хотят сделать, три ДАБИ. Мы были на открытом заседании кабинета министра, вот с Ольгой Михайлией и Сергей Пилипенко с нами был. Вместе мы были на презентацию вот этого нового ДАБИ, где с одного ДАБИ предлагалось сделать, три ДАБИ. Самое смешное то, что было утверждено постанова кабинета министров и указано, что в течение полугода должен быть, исходя из тех мер, которые там они хотят видеть, надо сделать теперь закон. Это нонсенс. Никогда в жизни ни в одном правовом государстве не делается постанова, а потом пишется закон. Вначале пишется закон, где основные принципы, а потом пишутся все постановы и наказы. И нас очень сильно... Электронный кабинет полностью остановился для СС-1 объектов. Фактически многие строители не могут ни получить разрешение строительства, ни ввести в эксплуатацию. Я правильно понимаю, что сейчас один из пунктов, как помочь, это организовать удаленную работу чиновников, которые контролируют процесс строительства, правильно? Не совсем понял, что значит удаленную работу. Но вот сейчас же работа ДАБИ в том виде, в котором она сейчас реформируется, процесс проходит. Насколько я знаю, люди подают документы на начало строительства. Просто, наверное, не по всем категориям, правильно? И это один из пунктов помощи отрасли, это наладить работу органов... Да, безусловно. Но до недавнего времени работала подача электронного кабинета в онлайне для СС-1, для объектов до 1200 метров. Сегодня, на сегодняшний день, буквально там три недели назад, и это накрылось медмонтазиком, сегодня уже и это не работает. И, к сожалению, если раньше хоть за какое-то там, я не знаю, как правильно, консультацию плюс мотивацию как-то решался вопрос, то сегодня даже непонятно, к кому обращаться и как этот вопрос решать. Поэтому это тоже, на самом деле, большой риск для строительной отрасли, потому что, если мы не начнем новые объекты строить, если мы не будем вводить в эксплуатацию, мы не сможем продавать. И здесь тоже мы сейчас серьезно создали рабочие группы. Мы с министром вчера договорили, чтобы законопроект тот, который они хотят писать, чтобы нас активно всех подключали, потому что то, как сегодня в хаотичной форме это происходит, дает больше опасения. Поэтому, коллеги, у меня просьба какая? По мерам смягчения кризиса на бизнес и на строительную отрасль, просьба в Уроклаб, в конфедерацию строителей, мне лично на Facebook, ну, любые методы, которые вы считаете нужны, обращайтесь, пишите, мы будем консолидировать эту позицию и обращаться, и добиваться. Более того, сейчас у нас хорошая коалиция всех бизнес-ассоциаций и требовать от власти. И второе, по ДАБИ мы создали рабочую группу внутри конфедерации, и мы сейчас очень активно будем работать, чтобы все-таки хоть как-то власть к нам прислушивалась, потому что так, как они делают, это путь в никуда. Мы хотели бы внедрить, к примеру, страхование, что если объект страхуется, то особенно это касается коммерческой недвижимости, то тогда ни получения разрешения на стыкнутое, ни вот эксплуатацию, просто нет необходимости. Поверьте, страхование сто раз лучше проверить, чем какой-то любой другой. Ну, я много могу рассказывать, поэтому просьба, давайте предложение, мы будем консолидировать, и мы это будем делать публично, открыто, вы это увидите. Я бы хотела тогда, чтобы мы переключились дальше к Сергею и Ане, как представителям именно девелопмента и застройщиков жилой недвижимости. Какие ваши ожидания по поддержке, возможной от государства? И вот тут нам еще дополнительно пишут, есть ли риск увеличения количества недостроев, и если да, то как этого избежать? Сергей и Анна, если можете, подключитесь тогда, и вот вопрос к вам, какие шаги от государства вам, как отрасли именно жилой недвижимости, хотелось бы, на какую поддержку вы бы рассчитывали? Спасибо, Ольга. Я оцениваю реально ситуацию, которая сейчас в государстве, и больше там, хочу сказать, хотеть и иметь возможность, это две разные вещи. Мы можем хотеть всего чего угодно, и отмену налогов, и отмену по начислению на фонда платы труда, и компенсации возможные для временно нетрудоустроенных, те, которые там во временных простоях находятся люди. И список можно перечислять. Вот, но я объективно оцениваю, что у государства нет финансовых возможностей это сделать, потому что его нельзя инклюзивно как-то сделать, которое бы распространялось только на строительную отрасль, это надо распространять фактически на все отрасли, потому что дословно и малый и средний бизнес, и весь крупный, и тут уже мы говорили, и офисная недвижимость, отельный, туристический сектор, это все надо охватывать. Первое. Второе. Поэтому мы не рассчитываем на какую-то помощь. Основное, что хотелось бы от государства, это чтобы не ужесточались меры по карантину, по ограничению работы строек, сейчас мы конкретно об этом говорим, и промышленных предприятий. Очень правильно и стимулирующим будет это плавное открытие возможности работать малому-среднему бизнесу, то бишь это запуск экономики, это будет самая главная помощь и без всяких компенсаций. понятно, что это будет с различными оговорками, с дополнительными мерами предосторожности, это будет плавно и это даст фактически стимул рынку уже перезапуститься и жить нормальной жизнью, и людям как-то планировать, уже опираясь на их текущие доходы, что-то планировать. Потому что сейчас в условиях такой неопределенности естественно никто не сможет реально рассматривать покупку очередной квартиры, не понимая, что будет с экономикой в целом, что будет с курсом национальной валюты по отношению к доллару, что будет вообще с рынком недвижимости и застройщим, какие риски. на данный момент мы видим, что снижение спроса приводит к отрицательной ликвидности у большинства застройщиков. Когда объем строительных работ в текущем периоде в моменте он в разы превышает текущие продажи, текущее поступление. И мы понимаем, что застройщики рынок недвижимости это сможет максимум на своих плечах нести на протяжении апреля и мая месяца. Дальше это будет связано, если, не дай бог, эти ограничения карантинные, в том числе не будет возобновлена бизнес-активность в целом по стране, то я могу констатировать, что начиная с июня очень много застройщиков будут вынуждены остановиться. Никакой поддержки в плане кредитов льготных для девелоперов не стоит ожидать. Ни льготных никаких. То есть государственные банки и коммерческие не готовы кредитовать девелоперов. Это одна из наиболее высокорискованных отраслей, куда банки в последнюю очередь могут рассматривать кредитование. И даже сейчас мы видим, что наши партнеры банки уже остановили ипотечное кредитование даже по тем объектам, которые уже готовы. То есть они на финальной стадии благоустройства отказывают людям в ипотечном кредитовании. поэтому я считаю, что большинство рынка, большинство компаний застройщиков сейчас это я их так называю парусники, которые есть ветер, они плывут, нет ветра, они стоят. И я понимаю, что будет остановка строительства, если это будет длиться больше, чем май месяц. Дальше возобновят ли они строительство, потому что мы понимаем или нет, вот здесь уже большой-большой вопрос. Мы понимаем, что если происходит факт остановки строительства, это сразу же влечет за собой два момента. Первый это это то, что инвестора будут требовать, массово требовать, разгонять это в форумах, от застройщика обратно вложенные деньги, для того, чтобы уже есть опыт Укрбуда и так далее, подмороженные объекты, и теперь они не хотят уже обжечься. И второй момент это то, что если уже остановка произошла, для того, чтобы возобновить строительство и возобновить уже спрос, застройщику нужно как минимум инвестиции в размере трехмесячного бюджета, пока ты запустишься, пока ты вложишь, пока люди увидят движение на стройке и так далее и тому подобное, то есть это очень дорого стоит, поэтому ну как бы все будут стараться тянуть до последнего, до последнего показывать, чтобы жизнь на стройках не остановилась. Естественно, сейчас будет очень жесткая позиция по отношению к подрядчикам, будут требовать идти на уступки, фактически будут требовать работать мы называем за еду, очень жесткая тендерная позиция по отношению к поставщикам материала, все-все-все для того, чтобы минимизировать издержки и продолжить работу. Это рассрочки по оплатам и так далее. Но при том, что это может продлиться еще на май месяц, я понимаю, что спрос не восстановится вот прям в июне. Спрос будет очень плавно набирать обороты, потому что люди должны сначала первично обеспечить свои текущие потери, как-то компенсировать в плане своего бизнеса, своей семьи, отсутствие, долгое время отсутствие работы и доходов какой-то. Они должны сначала прежде всего восстановиться. Второе будет это сориентироваться, что же происходит с рынком, как будут себя вести цены, что будет с валютой, потому что сейчас не секрет, все ждут доллар по 30, и только в этом случае будут уже принимать решение о сделке. Да, застройщики будут на каком-то периоде, это хороший вариант, это фиксировать цену в гривне, я считаю, так как себестоимость формируется в гривне у застройщиков, как правило, то это абсолютно адекватный ход зафиксировать куш 25, особенно если это уже объекты на достаточно высокой стадии готовности, это будет адекватным ходом на как ответ на ситуацию и привлечение хоть какого-то потока. вот, но вот такие ожидания у людей, что курс по 30, непонятно, как будет вести себя рынок, потому что еще надо учитывать такой фактор, что я оцениваю лично, как в Ковальске мы оцениваем рынок такой недвижимости, которую покупают с целью инвестиционного дохода получения, с целью сдачи аренды это достаточно большая прослойка порядка 30% покупателей именно с вот таким, с такой целью инвестируют в объект. Если же сейчас они увидят, что в экономике в целом у них будет в связи с уменьшением количества рабочих мест и так далее, отсутствие, будет падать спрос на аренду и будут у них каким-то образом еще и проблемы с оплатой текущей аренды и они понимают, что сдать за эти деньги еще кому-то в следующих периодах будет проблематично, то они очень сильно будут задумываться, а какая же доходность я могу получить в периоде там, я понимаю, что это будет уже ниже. И вот эта категория потенциально на некоторое время засядет в такой период ожидания. Что я рассчитываю? Рассчитываю, что, повторюсь, к маю месяцу, к концу мая реально это будет продолжение карантинных мер в том или ином виде. Вот начиная с июня месяца начнется период восстановления. Реальный выход на позиции близкие к тому, где мы были до карантина, в плане спроса, предложения, это будет четвертый квартал. Конец сентября, октябрь, месяц, это реальный сорт. Все лето это будет такой плавный очень набор оборотов и активности рынка. Мы сейчас опрос еще проведем. Я бы хотела тогда Анну тоже попросить прокомментировать относительно ваших ожиданий. Есть ли какие-либо ожидания от действий власти, которые могли бы помочь не останавливать строительство? И опять же, возможно, вы сможете ответить на вопрос, есть ли риск увеличения количества недостроя в связи с обстановкой? Если можно, прокомментирую сразу в части продаж, поскольку много говорили коллеги о ситуации, как она есть. Расскажу на примере нашей компании. Да, безусловно, начало карантина, две недели марта, последние, были тяжелыми в связи с тем, что произошла паника, люди не понимали, как реагировать, действовать в этих ситуациях. Многие заявки, которые стояли на подписание, отменились, но, тем не менее, мы наработали даже в этих условиях и новых покупателей. Март месяц в целом по продажам, по выручке, он был на уровне своего сезонного, скажем так, объема, если сравнивать 2018 год, 2019 год, он вообще не самый активный месяц в году, есть еще сезонные тенденции. Если говорить об апреле месяце, конечно, начало месяца было очень тяжелым и в цифрах, но это снижение порядка в два раза количество продаж по сравнению с нормальным мартом или нормальным среднестатистическим месяцем работы компании. Но при этом есть какой нюанс, о чем правильно сказал Сергей, есть разные группы покупателей, есть покупатели, которые улучшают свои жилищные условия, которые, скажем так, инвестируют свои последние сбережения, либо с текущего дохода планируют покупку квартиры, для них вот этот удар «остановка бизнеса» это очень больно, это заметно и это повод отложить решение о покупке жилья. Есть вторая группа покупателей, спекулянты и те, кто вкладывает далеко не последние деньги для того, чтобы заработать, либо аренда, либо перепродажа. Вот для этих людей, когда прошли первые две-три недели карантина, для них, наоборот, интересно было отслеживать предложения застройщиков. Да, наша компания предложила фиксированный курс, мы предложили гривневые рассрочки кратковременные на три месяца, на шесть месяцев, да, мы предложили дисконты по многим объектам для того, чтобы покупателям было интересно, у них была мотивация покупать во время карантина, потому что людям в такой обстановке тяжело расставаться с деньгами, они не понимают, как это будет разворачиваться, насколько это ударит по экономике, чего им в дальнейшем ждать. И тем не менее, если посмотреть без лишнего оптимизма на эту неделю, например, то мы видим увеличение уже процентов на 30-40 количества и входящих обращений и сделок, то есть у нас пошли активно подписания у нотариусов, да, люди приезжают в отдел продаж физически на сделку, люди приезжают подписать договор. Тут есть несколько факторов. Во-первых, немножко привыкли, сейчас карантин уже меньше, вот так, негативно действует на психику, потому что это не новое состояние, а уже нечто вошедшее в привычку, скажем так. Во-вторых, есть новости, которые публикуют наше правительство о том, что все-таки в мае нужно выходить на работу, мы бедная страна, у нас нет запаса для того, чтобы еще месяц или два месяца находиться в жестком карантине, и это тоже подстегивает определенные деловые ожидания, особенно спекулянтов, которые понимают, что да, будут постепенно выходить, а по сути недвижимость по-прежнему это единственное, во что у нас можно эффективно вложить деньги, потому что фондового рынка нет как такового, бизнес еще более рискованно, банки рискованно, к ним нет доверия, доходность низкая, вот квартира в столице, это то, что было, есть и остается рабочим инструментом, и 12-13% годовых в валюте даже от аренды, ну невозможно заработать какими-то другими путями, поэтому, поэтому, что сделали застройщики, наша компания в частности, да, мы безусловно с учетом этой кризисной ситуации, того, что понятен был спад продаж серьезный, мы оптимизировали свои затраты, но мы остановили перспективные объекты компании, хотя в апреле должны были вывести еще два комплекса новых продаж, все следующие очереди объектов продающихся мы также приостановили, оставили финансирование только тех объектов, которые уже находятся в продаже, где у нас есть покупатели, сосредоточились на них, да, безусловно, мы очень сильно урезали бюджеты по рекламе, но урезали, отказались от ненужных инструментов, это наружка, которая сейчас не нужна в таких объемах, это реклама в транспорте, реклама в метро, переориентировали каналы по диджитал, то, что сейчас лучше работает, это соцсети, инстаграм, телеграм, где можно общаться с покупателем, показывать ему актуальные фото, видео, строительные динамики объектов, онлайн-экскурсии и так далее, то есть это позволило нам уже соптимизировать, меньше терять сейчас при недополучении выручки, скажем так. Касательно недостроев и риска для рынка, да, безусловно, рынок пройдет определенную очистку от небольших игроков и от тех игроков, которые работают за счет поступлений от продажи, потому что мы прекрасно понимаем, не у всех компаний, как у крупных топовых застройщиков, есть запас денег для того, чтобы посидеть 2-3 месяца без продаж и при этом финансировать в достаточном объеме. Я думаю, что будут банкротства, будет остановка ряда объектов. Нам это, к счастью, не грозит, потому что у нас есть резервный фонд еще с 2008-2009 года, когда компания начинала работать, мы для себя как правило выявили, что мы определенную часть денег от продажи резервируем на случай непредвиденных ситуаций. Собственно говоря, эти запасы нас и выручают при подобных тенденциях. Но в чем разница между нынешним кризисом и, как правильно сказал Олег Ревазович, в ситуации 2008-2009 год, 2014 год, у нас сейчас это кризис по сути на почве паники. Он не имеет под собой каких-то реальных экономических причин, вот этот отказ от покупки недвижимости. И, в принципе, если посмотреть, у нас ипотечное аккредитование покупки, оно как умерло еще в 2009-2008, так и не восстановилось до сих пор в нормальных объемах. По большому счету люди покупали за свои сбережения. У нас в структуре оплаты порядка 70% это вообще стопроцентная оплата своими деньгами, порядка 25% это рассрочка от застройщиков и еще там до 5% это ипотечное аккредитование. То есть, в принципе, в случае, если мы не зайдем в более длительный карантин, ситуация сейчас стабилизируется, мы прогнозируем, что спрос до осени, это где-то до сентября месяца, который, он и сезонно активен каждый год, спрос восстановится в своих нормальных объемах по количеству продажи квартир. конечно же, мае месяц, июнь, июль, они не будут очень активными, но тут есть факторы сезонного спада и того, что да, люди будут восстанавливать свои накопления, кто-то возобновит работу своего бизнеса, появятся снова свободные средства, появится желание их инвестировать, поэтому, безусловно, лето пройдет для застройщиков достаточно тяжело. Но, в то же время, давайте посмотрим реально на вещи. Причин для какого-то еще более сильного снижения цены нет. Себестоимость, ну да, некоторые подрядчики дали небольшие скидки, порядка 10-15% на материалы и комплектующие с учетом карантина, но говорить о каких-то глобальных дисконтах нет. Себестоимость высокая. Инвестировать больше не во что. В минус себе или с большим уменьшением маржи застройщики не будут работать. Проще подождать, немножко переждать этот период. Сейчас вот те дисконты, которые есть, это все, что, по сути, компании готовы предложить. Они, по сути, не двигаются дальше, не демпингуют, потому что это для привлечения именно вот сейчас тех людей, которые готовы, скажем так, расстаться с деньгами в обмен на какие-то более выгодные условия. Но постепенно цены все равно будут восстанавливаться. Эти дисконты, скорее всего, того, что июнь, июль месяц они уже не будут действовать. Плюс за счет того, что часть компаний могут идти с рынка и объем предложения может уменьшиться. Мы это тоже должны понимать. Плюс компании все на рынке отложили перспективные объекты, пересмотрели планы по выходу новых объектов на рынок. Возможно, это будет уже не 2020 год, возможно, это будет 2021 год. Все откорректировались. Соответственно, такого перегрева на сегодняшний момент на рынке его не будет. Что хотелось бы с точки зрения поддержки бизнеса, если честно, были очень неприятно удивлены тем фактом, что многие банки и государственные, и частные с введением карантина прекратили кредитование покупателей. И мы видели, например, по своим клиентам, что даже те люди, которые уже прошли кредитный комитет и ожидали буквально, вот им последний день оставался до выдачи кредита и покупки у нас, им отказали в последний момент. При том, что компания обращалась на уровне топ-менеджмента к этим банкам и просили, что ребята, но ведь это люди, которые подавали заявки еще в конце марта, дайте уже согласование, дайте людям осуществить покупку. Все равно мы получили отказ. То есть хотелось бы, чтобы все-таки государство предусмотрело льготный режим сейчас для работы банковского сектора и возможности льготного кредитования экономики и в том числе и ипотечного кредитования. Тем более, что в стране крупнейшие банки все-таки у нас государственные. Да, но я вам больше скажу, они не просто людям отказали внезапно, которые уже были с положительными решениями выдачи кредита, людям порезали кредитные лимиты на их кредитных и дебетных картах и так далее. То есть это вообще показатель такого очень нелояльного, мягко говоря, отношения и к физлицам, и к малому бизнесу и так далее. Поэтому эта поддержка пригодилась бы, она бы поддержала, скажем так, рынок недвижимости в частности. Это помогло бы увеличить количество продаж. Я бы прокомментировала по поводу коммерческой недвижимости. У всех застройщиков, кроме квартир, есть еще нежилой фонд, первые этажи. И вот если говорить о периоде карантина, тут есть даже некие ажиотажные эти помещения. Мы у себя его наблюдаем, но, наверное, потому что эти покупатели еще более чувствительны к доп. скидкам, и они понимают, что если классное помещение возле метро, вот 2000 долларов за квадратный метр, но сейчас по курсу 25, и ничего страшного, а потом аренда 20 долларов за квадратный метр, все равно оно там будет, вот самое время купить. Такие тоже есть, и они успешно приобретают эти помещения. Есть, конечно, еще нюансы по рассрочникам. Безусловно, с учетом того, что прыгал курс, он был на уровне уже 27,5-28 гривен, очень важно было предусмотреть возможности отсрочки и оплаты по льготным условиям для таких покупателей. Мы предложили своим покупателям закрыться полностью по льготному курсу, тем, у кого была возможность, тем, кто хотел погасить плановые досрочные платежи, делать это также с дисконтом от текущего курса, для того, чтобы люди меньше пострадали от этой ситуации. Кроме того, естественно, мы разрешили отсрочить платежи на период до трех месяцев, либо увеличить общий период рассрочки, с учетом карантина, того, что многие люди оказались в отпуске за свой счет, кого-то сократили из наших покупателей, кто-то остановил свой бизнес, не может сейчас выплачивать, но мы пошли людям навстречу в этом смысле. Вижу в чате, пишет «Глобусбанк», да, действительно, это на сегодня подтверждаю, наш единственный партнер, который продолжает работать, слава богу, вот он нас поддержал в этом вопросе. Поэтому сейчас ключевое, что делают компании с опытом, компании с репутацией отмести все лишнее, сосредоточиться на объектах существующих, чтобы не было срывов по графику, потому что люди сейчас обеспокоены, они наблюдают за динамикой, да, они боятся приостановки, они боятся сдвига сроков, боятся того, что могут быть на рынке недострои, и ситуация в прошлом году, она обостряла эти страхи, поскольку, ну, лег один из крупнейших игроков на рынке фактически, мы все об этом знаем, оптимизировать бюджеты, что касается, что касается людей, мы никого не уволили, да, конечно, были пересмотрены оплаты части сотрудников, но тем не менее, мы нашли возможность сохранить всех людей и выплачивать заработную оплату. Поэтому для бизнеса на сегодняшний момент ключевое, это четкий план наших органов власть четкое понимание того, как страна будет выходить из карантина, когда она будет выходить, какие отрасли начнут работать, в каком режиме, кто сможет снова торговать и осуществлять услуги, в какой период времени все это будет возобновлено, как я уже говорила, условия кредитования, компенсации, налоговые льготы, потому что на сегодняшний момент те меры, которые якобы декларировали, они не работают, я скажу вам честно, налоговая упорно продолжает присылать всем землепользователям и владельцам недвижимости письма счастья о том, что за апрель будьте добры, заплатите, потому что будут штрафы и пеня в полном размере. Точно так же наши покупатели жалуются о том, что коммунальные поставщики продолжают их штрафовать и присылать квитанции об оплате коммунальных услуг, хотя в период карантина обещали, что позиция будет более лояльна. Неплохо бы от слов перейти к реальным действиям и поддержать действие. То есть речь даже не о том, чтобы что-то попросить дополнительно, речь о том, чтобы то, что уже пообещали, выполнить. Совершенно верно. Хотя бы то, что было задекларировано, выполнить. Правильно так же сказал Лев Ревазович по поводу реформы ДАБИ, которую все очень долго ждали, но по факту застройщики опасаются, что теперь это три органа, с которыми нужно согласовывать вопросы, которым нужно подавать на рассмотрение документы. Это не было еще дольше и сложнее, чем это работало раньше. Плюс есть еще одна проблема. Сейчас много, извините за выражение, бездельников, которые находятся на карантине, и мы в последний месяц видим бандитизм на уровне 90-х, потому что есть разные громадские организации, группы активистов, которые, несмотря на карантин, они собираются, приходят на строительные объекты, требуют застройщиков хорошие суммы денег за то, чтобы не приходить, не устраивать, скажем так, попытки шантажа и каких-то рейдерских действий. С этим тоже нужно бороться, потому что строительная отрасль обеспечивает десятки тысяч рабочих мест, это только в Киеве. поступление в бюджет, налоговые оплаты, это отрасль, которая по показателям роста была на третьем месте за прошлый год и по перспективе своего развития. Но на сегодняшний момент у нас нет нормальных условий для работы, потому что есть фактор коррупции, есть фактор псевдоактивистов и ущерба хозяйственной деятельности за счет подобных группировок и того, что застройщикам даже при наличии разрешительного пакета документации не дают полноценно работать и этой проблемой никто почему-то пока не хочет заниматься. То есть это тоже важно. Создайте условия для того, чтобы бизнес работал, дайте людям четкое понимание плана действий. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Я вижу, что и наша аудитория тоже пишет, что нет плана действий ни после карантина, ни во время карантина, достаточно такие разрозненные действия. Я бы хотела перейти, я включу сейчас опрос всех наших участников, у нас сейчас 78 людей подключено, и перейти к коммерческой недвижимости относительно того, что вот Аня, Илья, какие, Ирина, кстати, тоже по гостиницам, какие возможные действия власти могли бы помочь. Пожалуйста, коллеги, подключайтесь, давайте будем тогда... Оля, если можно, я подключусь. Частично, очень коротко повторю о том, то, о чем говорили предыдущие спикеры, могу сказать следующее, что сегодня действительно необходимо принятие мер, направленных на сохранение ликвидности рынка торговой недвижимости, потому что, как я вам уже сказала ранее, это беспрецедентная ситуация, когда все торговые центры закрыты. И несложно посчитать денежные потоки проектов при работающих 10-15 операторов. И, конечно, должны быть меры, которые направлены на максимально быстрое восстановление розничной торговли и индустрии торговых центров после окончания карантина. Что выявила вот эта ситуация кризисная, это то, что у нас не оказалось единого сообщества, единого органа торговых центров, который смог бы консолидировать игроков очень быстро, вот в момент такой кризисной ситуации. Мы с рядом проектов сразу же отреагировали, инициировали обращение в органы власти в течение одной недели после локдауна. сейчас эту инициативу поддерживает новая организация, которая в ближайшем будущем заявит о себе. Мы тоже готовим инициативу письма и обращения. Это очень важно. Я считаю, что это давление, которое оказывается на власти, должно свою роль сыграть как минимум разъяснительно, потому что кажется, что те законопроекты и частично правки, которые принимаются, принимаются людьми, которые не всегда понимают специфику нашего бизнеса, поэтому это больше еще и оказание помощи органам власти в принятии тех или иных решений, разъяснительная помощь. Конечно, мы хотели бы, чтобы среди таких мер было установление регуляторами 12-месячного льготного периода по обслуживанию банковских кредитов, установление моратория на проверки на такой же период желательно и при остановлении для компании собственных торговых центров начисления фискальных сборов и штрафных санкций. налог на землю, налог на недвижимость, где очень много сейчас разных толкований принятых законов. Конечно, это было бы здорово, но мы понимаем, что эти возможности очень ограничены, здесь не должно быть каких-то иллюзий, поэтому многого ожидать не стоит и то, что нужно делать уже сейчас, это вводить режим гибкого карантина, постепенно выводить бизнес на работу. Аня, а помогло бы, я вот читала, что в Австрии уже разрешили работу магазинам небольшой площади, то есть не в зависимости от того, что это аптека или товары первой необходимости, магазины небольшой площади, то 400 квадратных метров могли бы работать. Такие вот поступательные меры снятия карантина могли бы помочь торговым центрам? Да, конечно, это могло бы помочь торговым центрам, другое дело, что при таком частичном открытии не стоит ожидать чуда, не будет быстрого восстановления, потому что то, что мы видим сегодня по работающим магазинам, это существенное снижение товарооборотов и, естественно, существенное снижение количества посетителей в наших проектах на сегодняшний день это в среднем 60-70% от тех гостей, которые приходили к нам до локдауна. Поэтому, да, это поможет, это лучше, чем быть полностью закрытыми, но, тем не менее, конечно, хотелось бы максимально быстрого возвращения к работе в полном объеме. Хорошо, спасибо большое. Кто еще готов из наших спикеров прокомментировать возможные действия власти, которые могли бы поддержать отрасль до полного открытия бизнеса снова? Ирина, Илья? Ольга, как меня слышно? Отлично слышно. Отлично. Спасибо. Я хотела бы вот в таком режиме дискуссии, действительно, и опираясь на слова предыдущих спикеров и Сергея в том числе о том, сказать о том, что, безусловно, наверное, ни одна из наших подотраслений должна испытывать каких-то иллюзий по отношению к государственной поддержке, прежде всего, за счет экономических каких-то инструментов, потому что мы понимаем с вами, что действительно слабая экономика и нет этого госрезерва для того, чтобы поддержать нашу отрасль. Но, что для нас очень важно и подтверждение предыдущих спикеров, это то, чтобы как можно быстрее запустился постепенный механизм размораживания экономики. Для нас, как для гостиниц, которые являются сервисной индустрией, и мы ждем, когда постепенно начнет восстанавливаться деловая активность и платежеспособный спрос на проведение мероприятий, на поездки, прежде всего, деловые поездки, мы тоже понимаем, что есть очень много ограничений, барьеров, которые не в наших силах преодолеть. К примеру, мы понимаем, что все еще будут закрыты границы достаточно долго, поэтому международный туризм, международный въезд для нас точно мы не можем рассматривать. Внутреннее сообщение между городами, насколько оно поспособствует тому, чтобы дальше восстанавливалась активность по поездкам, по перемещению внутри страны. Наверное, сейчас период локдауна нам помог все-таки как-то организовывать бизнес в виртуальной реальности и общение коммуникаций. Мы понимаем, что также будут за счет этого снижены и частота поездок и командировок и бюджет на командировки будут также сокращены. Поэтому где искать тут резерв для восстановления спроса для гостиниц? Наверное, все-таки это действительно помочь как можно быстрее экономике запуститься для того, чтобы восстановить этот экономический баланс в других отраслях, когда большинство игроков и видов отрасли смогут вернуться к тому, чтобы начинать пользоваться товарами не самой первой необходимости, к которым относятся прежде всего отели и туристические поездки, даже на территории Украины, которая значительно дешевле, чем международные действия. Поэтому, да, поддерживаю действительно из основных наверное таких инструментов поддержки это постепенное пославление карантинных условий и наверное помощь бизнеса, в чем наверное с нашей стороны должна быть помощь бизнесу, потому что действительно я вижу комментарии по поводу молодых депутатов, у них нет понимания и министерства, которые все еще только доформируются, у них тоже нет понимания с чего начинать надо, мы все отдаем отчет, никто не знает где этот первый элемент дети-колещата, который ты начнешь сейчас двигать и постепенно начнется двигаться экономика. Поэтому, конечно же, консультативная поддержка, разъяснительная работа, включение вот таких общественных организаций, которые есть в гостинично-туристическом бизнесе, для того, чтобы найти эту начальную точку для раскрутки всех отраслей, безусловно, это очень важный вопрос с нашей стороны. Ну вот, как мы видим по вопросу, люди все-таки достаточно позитивно настроены, и мы видим, что большинство людей верят, что достаточно будет 6-9 месяцев, то прочитайте внимательно вопрос. Вернуться показателям начала года, на самом деле, это достаточно сложно, потому что показатели были неплохие, во многих сегментах были неплохие показатели, и вот наша аудитория считает, что за 6-9 месяцев мы сможем вернуться. коллеги, у нас мы немножечко превысили наш лимит времени, безумно интересно со всеми общаться, очень интересные позиции, мнения, открытые, но нам нужно завершать, потому что я вижу, что и количество участников сокращается, мы все записали, большое всем спасибо, Аня, Ирина, еще одна, Анна, Сергей, я вижу, уже покинул нас, и Илья, но тем не менее была очень интересная дискуссия, мы видим, в какой ситуации сейчас и рынок жилой недвижимости, и коммерческая недвижимость, давайте регулярно встречаться, вне зависимости от карантинов, онлайн и оффлайн, и быть в курсе событий, большое всем огромнейшее спасибо всем нашим спикерам за их искренность и за их позицию. Спасибо. Оля, коллеги, спасибо большое, всем хорошего, продуктивного дня. Спасибо всем. До свидания. Спасибо большое всем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok